Всем привет! С вами Роман Скорняков. И сейчас я вам покажу еще небольшой бонус. В этом уроке мы рассмотрим, как создавать фон для нашего интерьера. То есть фон за окном. Ну и, пожалуй, приступим. Скроем все ненужное. То есть в наших уроках мы не осветили это, поэтому сейчас это пройдет у нас небольшим бонусом. Можно скрыть, допустим, занавески. И вот это белое, то, что вы видите, это и есть тот фон. Если мы его выделим, нажмем буковку P, то есть перейдем в перспективу, нажмем Z, мы увидим вот этот plane. Тут, как вы видите, два plane. Это сделано для того, чтобы, ну, в общем, при разном обзоре, чтобы фон был везде. Просто если мы сделали один plane, ну, хотя можно было бы один сделать, просто раскопировать изображение. Это неважно, в общем. Как он вообще делается? Он, к нему применяется просто самосветящийся материал и накладывается на него текстура. Что мы сейчас и сделаем. Вот заходим в редактор материалов, можем клацнуть пипеткой на него и посмотреть на вот, что этот материал из себя представляет. Вот. Сейчас для наглядности я вам покажу это все на новом материале. Нажимаем все стандарт. Здесь выбираем Vray Light MTL. Здесь ОК. Здесь ставим поярче у нас. Вот это у нас яркость свечения. И вставляем вот сюда, как вы заметили, нашу картинку на фон. Выбираем здесь Bitmap. И выбираем Background. Все, мы выбрали это все. Теперь нам осталось применить. Но, чтобы здесь не было такой просто белой плоскости, нам же нужно посмотреть, как вообще правильно ли наложилась текстура и так далее. Чтобы это все увидеть, ну, во-первых, нужно нажать вот на вот эту кнопку. Но это еще не все. Пока ничего не поменялось. Во-вторых, нужно вот здесь, где Shaded, нажать сейчас правой кнопкой и нажать вот Consistent Colors. Ну вот, как раз вы можете увидеть, что текстура неправильно наложилась. Ну, мы ее просто можем развернуть либо здесь, вот на определенное количество градусов. Тогда она станет ровно. Если это не здесь делается, то просто другим способом вы накладываете U, V, W, Map. Вот накладываете и если мы нажмем на плюсик, то выбирается Gizmo. Ну вот, вы видите. Можно даже не раскрывать. Можно нажать вот так вот его выбрать. Но я обычно просто вот сюда надавливаю и она сама выбирается. И потом просто взять и развернуть, так как нам это нужно. Ну вот плоскости сейчас инстанциям были скопированы. Точнее, ну да, Gizmo, U, Map. Из-за этого текстура поменялась и там. Ну, ничего страшного. Мы сейчас ее подредактируем, как нам нужно. Вот, допустим, так. Выходим отсюда. Эту мы можем удалить. А сейчас чуть-чуть пошире сделаем. Примерно вот так. Можно и на всю растянуть. Как кому угодно. А с этой стороны сделать еще одну. Ну, чтобы был угол обзора с любой точки нашего интерьера, чтобы мы могли видеть какой-нибудь красивый фон. Вот, в принципе, и все. Все, что мы можем смотреть. Если нам не нравится, мы можем... Нет, не в ту сторону. Вот, поднастроить наш бэкграунд. Все, мы открываем все. И на этом, в принципе, урок закончен. Теперь вы знаете, как можно подстроить фон за окном, и чтобы он хорошо смотрелся. Интенсивность примерно мы вам рассказали. Вот, восьмерка. Но это именно при определенных настройках камеры и так далее. Поэтому именно в нашей сцене вот здесь вот так вот это все работает. Ну, пожалуй, все. С вами был Роман Скорняков. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok